Во-первых, если у вас включена опция высокой доступности и ваши серверные приложения поштабируются, значит, работают параллельно, несколько экземпляров, они распределяются по разным физическим машинам. Например, когда в облаке нужно какую-то машину провести какие-то физические работы, что-то замену, там, питание, конференеры, совершенно незаметно для пользователей, мигрируются на другие машины. Сама миграция происходит без, так называемого, живого режима, живая миграция. В общем-то, неизаметно для пользователей, есть небольшое измерение, несколько секунд, когда старая машина включается и все сессии переключаются на новую копию на другом физическом сервере. В любом случае у нас остаются какие-то точки single point of tell, отдельная точка отказа, которых надо по максимуму стараться избегать, чтобы все элементы были максимально резервированы. Ну, особенности вертикального масштабирования в ЯПО тоже имеют некоторые нюансы и проблемы. Ну, например, ЯПО-машина, она очень активно отбирает память и потом очень плохо ее возвращают. Это проблема решена, решена в джиннастике, прочно, достаточно много времени на диагностику и решения. Решена посредством сборщика мусора, коллектора. Они есть достаточно разных видов, по-разному работают, с разными объемами памяти, какие-то работают медленнее, какие-то быстрее. Умеют разную эффективность, это все, конечно, влияет на производительность нашей системы. Также утички памяти не исключены. Что же нам нужно добиться при вертикальном масштабировании? Чтобы наша ЯПО-машина, когда ей память уже не нужна, которую она зарезервировала, чтобы она корректно ее возвращала в операционную систему, тогда, когда фактически эта память ей не нужна. Чтобы пользователь, клиент не оплачивал те ресурсы, которые ему в данный момент не нужны. Ну, потом бы сказать, что многие берут с запасом железо более мощное и даже точно не знают, сколько им реально нужно ресурсов, сколько ресурсов свободных. Это, конечно, задача администрирования, чтобы администратор корректно настроил мониторинг системы, чтобы было видно на графиках, сколько реально ресурсов, и не пропустил тот момент, когда нужно наращивать количество оборудования, которое отслуживает приложение. По этому вопросу есть очень качественный, поприоритетный продукт, и очень недешевый, который обеспечивает практически все, что нужно. Все, что нужно для этого корректного вертикального штабирования, вверх и вниз, это доступна только коммерческая лицензия. Это как бы аналог того, что нужно. Значит, как же это вертикальное масштабирование реализованного железа? Я скажу немножко подробнее. Для того, чтобы геомашина наша корректно давала ту память, которую в данный момент не нужно, это реализовано посредством коллектора. Это стандартный, в общем-то, метод. Запускается с определенной периодичностью сборщик мусора, и он инициализирует возвращение той памяти, тех страниц, которые в данный момент не нужны, то есть обратно в операционную систему. Вот это те команды, в общем-то, которые, как оказалось, совершенно недокументированы, но разработчикам удалось их обнаружить и реализовать эту корректную работу с памятью, чтобы не получилось в той ситуации, что какая-то память зарезервирована, фактически она не используется, но вы должны ее оплачивать, или если это у вас отдельный физический сервер, у вас может создаться впечатление, что она реально нужна, хотя на самом деле она просто не используется. Вот один параметр, Xmin01, отвечает за запрос в выделении памяти, если в свободной памяти вертальная машина остается меньше 10%, она запрашивает больше памяти из операционной системы. И второй параметр, Xmax03, отвечает за возврат памяти обратной операционной системы. Если в свободной взмозере-дериверной машинной памяти больше 30%, из больших мусора при очистке неиспользуемых элементов памяти он начинает инициализировать возврат памяти обратной операционной системы. На нижней – это директива, которая задается при запуске явной машины, чтобы эта функция вообще работала, была доступна. На этом слайде мы видим, в принципе, в реальном времени, как ваше окружение, ваше приложение, какие ресурсы потребляет. Если так получилось, что вы зарезервировали меньше ресурсов, чем необходимо, то Google Cloud автоматически нам на почту присылают уведомления, при, например, когда 80% начинает использоваться ресурсов зарезервированные, ну, максимально вам определенные. Сначала по созданию вы по звонкам выставляете, сколько ресурсов вам резервировать и сколько ресурсов, максимум, вы разрешаете использовать, в случае, если большой поток посетителей будет. И здесь вот, в графике, в которой все есть. Ну, и второй тип уведомления уже, когда ресурсов совсем мало у вас осталось, то система, что от варнинге уже нужно или срочно что-то делать, увеличить человечество ресурсов или какие-то другие меры принять на ваше усмотрение. И вообще вертикальное масштабирование на облачных платформах имеет некоторые нюансы и проблемы. Например, если используется гипервизорная виртуализация, СИН, КВМ и так далее, то зачастую такая ситуация есть, что гипервизор резервирует для виртуальной машины память, хотя реально она уже не требуется. Но он все равно ее резервирует, потому что считает, что она может понадобиться, и пользователю приходится оплачивать это резервирование. Значит, на этом слайде подробно указано, значит, какая система используется в джластике. Джластик работает поверх виртуализации виртуоза контейнерс. Это виртуализация уровня операционной системы. Теперь визор не используется, контейнеры создаются непосредственно в том же ядре. Что нам, какие плюсы нам это дает? В этой ситуации у нас получаются минимальные накладные расходы на виртуализацию. То есть для ваших контейнеров не запускается отдельное ядро, не запускаются гипернетики. Запускается только то приложение, только те ресурсы, которые вам непосредственно необходимы. То есть ваш контейнер, например, вы представляете собой, если это контейнер MySQL, то это сервер MySQL. Также внутри там небольшой apache, у вас работает сразу на pshpMyAdmin. После создания вам сразу на e-mail приходят параметры доступа. Сразу можете открыть парамезу и заливать базу данных сразу в этот контейнер. Ну и также вот вид виртуализации позволяет достаточно гибко настроить потребление ресурсов. Утилизация дискового пространства тоже более эффективна за счет виртуальной файловой системы, которая позволяет для одних и тех же файлов, грубо говоря, шаблонных, каждый раз их не копировать. Они просто используются из шаблона в режиме ридгонда. И когда их нужно изменить, они переписываются, приступают шаблонными. Также доступна для этой виртуализации живая миграция. Что говорили, в этом подробнее. Для чего нам вообще нужна эта миграция? Минута предполагает, что ваше приложение может в любой момент должно получить столько ресурсов, сколько ему реально может понадобиться, естественно, в пределах тех лимитов, которые вы разрешили у себя в панели управления. При создании контейнеров, конечно, они создаются на тех нодах, которые минимально загружены. Естественно, в процессе работы возникает ситуация, что какие-то контейнеры начинают потреблять больше ресурсов, и нужно перебалансировать нагрузку на ноды, чтобы там был достаточный запас по ресурсам. Не возникла ситуация, что нода становится перегруженой и ресурсов не хватает. В таком случае включается механизм миграции, который работает по достаточно сложному механизму, работает таким образом, что кандидатом на миграцию выбирается контейнер, который создаёт достаточно ощутимую нагрузку, миграция которого позволяет разгрузить ноду, но в то же время, который мигрировать можно достаточно быстро, то есть он занимает минимум дискового места, его можно достаточно быстро скопировать. То есть пока копируются сами файлы, контейнер продолжает работать на ноде 1 в данном случае, когда все файлы скопированы, остаётся копироваться для копирования дельта. В принципе, копируется всё, чтобы на новом сервере контейнер запустился без потерь данных, без потерь сессии, копируется также дельта из оперативной памяти. И если контейнер большой, это достаточно активно, дельта может постоянно меняться. Ну и на последнем этапе, если в течение какого-то времени эта дельта всё время увеличивается, контейнер ступается на несколько секунд, и копируется эта дельта, и он уже запускается на второй ноте, на более свободной. Таким образом, диспетчивается то, что в ваше приложение не попадёт в ситуацию, что на фис-сервере просто не попадает ресурсы. Ну, естественно, когда в облаке не хватает ресурсов, новые сервера будут добавлены, чтобы обеспечить стабильную работу и поделение тех ресурсов, которые нужны для пользователя. Следующая проблема для масштабирования, это горизонтальное масштабирование. Тут тоже возникает достаточно много нюансов, которые нужно решать. Если не используя достаточно облачной технологии, то эти все сложности полностью целиком ложатся на плечи ваших администраторов, что занимает немного времени и требует достаточно серьёзной технической подготовки, ну и в процессе тоже может возникать много проблем, которые нужно решать. Я подробнее расскажу дальше, какие проблемы решены в жаластике, которые сейчас в процессе решения и будут реализованы в ближайшее время. Например, примеры жизни. Люди, которые используют жаластик, столкнулись с ситуацией, что, например, будет какой-то проект, и проект успешен, и начальство решило в очередную сумму вложить рекламный бюджет. И, естественно, возникает вопрос, что нужен какой-то резерв по оборудованию, и сколько его нужно покупать. Если купить много, то, соответственно, будет перерасход и будет простаивать оборудование, за размещение которого нужно платить, если это аренда, если это покупка на оборудование, то тоже надо платить за колокейшн. А если купить недостаточное количество, то может возникнуть ситуация, что не удалось обслужить запросы тех пользователей, которые возникли преувеличение рекламного бюджета. Какие у нас проблемы возникают при перерезонтальном масштабировании? Единые точки отказа, балансировка нагрузки, обеспечение высокой доступности, синхронизация кэша, общий доступ к файловым данным, весь процессорная координация. Естественно, нужно учитывать в любых логике приложения, что у нас сервера приложений работают параллельно на нескольких модах. Например, пример single point of failure. Например, у вас используется один балансер или один роутер при выходе из строя этого балансера и любого элемента, который не резервирован, естественно, все приложение может стать недоступным. В этом случае, могу сказать, что у нас реализован мы используем в качестве роутера оборудование X3, извиняюсь, не X3, джоникер. Джоникер из двух коммутаторов EX3-двиста собранный кластер и они работают параллельно. И каждый сервер подключен одновременно к обоим коммутаторам. И в случае выхода из строя одного из них происходит совершенно незаметно для работы облака и для пользователей. по балансировке на груз. Есть несколько методов балансировки. Джластики, когда вы создаете приложение, если вам нужно включить ее в горизонтальное масштабирование, у вас автоматически в вашем окружении появляется балансировщик, то есть балансировщик выполненный на сервере NGINES. по дефолту там работает балансировка по HTTPS, установление на грузе параллельно. подробен и с учетом сохранения сессии. Сессии реплицируются именно все параллельные контейнеры, а по парам. То есть одна сессия реплицируется на два контейнера, которые между собой поддерживают эту репликацию. Поскольку контейнеры, вот эти пары, они автоматически распределяются на разные физические сигнала. Если один из них входит в устрою, то у вас сессия не рвется. При реализации балансировки возникают технические нюансы, которые создают дополнительную нагрузку, которую тоже нужно решать. Можно присутствовать что-то по проекту? Еще раз. Вежды дальнейшие по проекту санкетов. Давайте, конечно. Вежды дальнейшее по проекту можно вежды дальнейшие по каких работах какие договоры в день в день в день в день ТСП балансирование тут часто используется для игр, когда идет балансировка по не на основании сессии, а вот, точнее, когда предложение изменяюсь, работает не по HTTPS, а работает напрямую с сокетом, например, для использования HTTPS. То есть, ну, вот в джластике, она автоматически работает по HTTPS, потому что нужно по TCP, то есть, нужно уже вручную. Ну, также для реализации по горизонтальному масштабированию, для отчета всех нюансов можно использовать субботы или сервер кеширования. Потому что существует такая проблема, что синхронизация кэша между этими контейнерами, которые работают параллельно, вот, может сложиться ситуация, что реально данные уже изменились, но сервер его данные эти берет из кэша, потому что просто не знает, что они уже изменились. Они у него закешированы, могут быть закешированы. Таким нюансом может быть синхронизация кэша и реальных данных. Тоже все нюансы нужно учитывать. Видит маленький слайдик, как репликация сессий реализована в GlassFish. То есть нюанс, почему такой возник, что если сессий много, их постоянно нужно реплицировать между параллельно работающими серверами, а это дает достаточно ощутимую нагрузку и накладные расходы. Ну, GlassFish взял такое решение, что, значит, реплицируются только те сессии, которые реально нужны на работающей машине. Если такой сессии нет, машина ее забрасывает в данном слайде с инстанции 1, где есть все сессии. Например, на втором инстанции входят и сессии S1 и S2. И если нужна будет, придет запрос из другой сессии, то инстанция просит эту сессию с первой инстанции, где есть все сессии. Как я уже говорил, в пластике это немножко по-другому реализовано. Сессия реплицируется между парами серверов, между парами контейнеров, которые работают параллельно. на картинку это наглядно загружаем. У нас первый контейнер один находится в лобной ноде, он реплицируется со вторым контейнером. Если нода выходит из строя, то сессия не рвется, а работает через второй контейнер. Соответственно, третий-четвертый контейнер между ними тоже реклицируется сессия. Соответственно, балансы помнят, какую сессию нужно передать на какой контейнер. И это работа передачи сессии и запоминания выполняют балансы. Можешь на задание? Да, конечно. Если ресурсов этой одной пары не будет достаточно этих двух инстанций, это рефликуется еще на другую пару? Значит, предел масштабирования. Ну, тут это образно показано. То есть количество этих контейнеров, которые работают параллельно, вот вы задаете, в начале был слайд, а потом еще вернусь, как это выглядит, вы задаете при создании окружения. В данный момент автоматическое масштабирование количества контейнеров вверх ничего не реализовало, но вот это есть в планах. Тут тоже много технических нюансов. Как бы, если масштабирование вверх, то как бы все понятно. То есть, имеется в виду, если горизонтальное масштабирование, все равно нужно увеличить количество контейнеров, то есть, как бы, проблем немного. Но если их нужно сократить, возникает много нюансов, которые нужно учесть, чтобы не были потеряны данные, которые записаны на одном из контейнеров, но он уже не нужен, а нужно его свернуть. В данный момент вы сами задаете количество контейнеров, которые будут работать параллельно. Естественно, каждый из них масштабируется и вертикально. То есть, ему выделяется вертикально столько ресурсов, сколько он запрашивает, и, например, тоже вы доставляете это создание окружения. Ну, еще одна проблема, которую нужно решать при горизонтальном масштабировании, это, конечно, процессорная координация. То есть ситуация, что запускается какой-то процесс, или это вычислительное, или какое-то задание по расписанию, и может возникнуть ситуация, что он одновременно запустится на нескольких модах параллельно, тем самым потратится больше ресурсов, чем нужно, и результаты, может быть, это вычисление может перетирать, или записывать друг друга. Чтобы эти нюансы решить, существуют специальные уже придуманные решения. Некоторые есть платные, есть консорственные, бесплатные решения. Например, Hazel Cast. Это библиотека, которую тоже можно использовать в жиластике, она бесплатная, или GD Brutes можно использовать, ставится как отдельное приложение, и решает вопросы, и с помощью можно решить в процессе по этой межпроцессорной координации, или если нужно, чтобы задача выполнялась сразу параллельно, на нескольких контейнерах, а потом результат координировался, и записывался в базу, или куда они продолжат записаться. Также с фешированием придется решать вопросы, достаточно непростые, чтобы кэш был синхронным между нашими параллельно работающими системами. Доступен в жиластике как отдельный контейнер кэш, можно использовать опять-таки Hazel Cast, терракота в планах на внедрение, сейчас эта функция планируется, чтобы разработка, и будет ближайшее время реализовано. Следующая проблема, которую нужно решать, это совместный доступ к файлам, когда у вас работает несколько параллельно работающих в бэк серверов приложений. Значит, возникнет ситуация, что пользователи какие-то данные записывают, и на одном контейнере они записаны, а на второй они не будут рапецированы. Эта проблема на данный момент еще в жиластике не решена, т.е. если при деклое при создании, ваше приложение автоматически будет записано на все параллели работающихся играх, но если ваши пользователи заливают какие-то файлы, то в данный момент они не будут автоматически синхронизированы со всеми параллельными контейнерами. Эта задача тоже сейчас в процессе разработки, и в ближайшее время или в ближайшем будущем должна быть реализована. Какие существуют, ну на этом стадии какие существуют и популярные методы, это конечно не все они любят, это и в общем доступ от файлов. ДНФС, как довольно известно, популярный фастер ФС, пластерная файловая система, СИР, это объектное хранилище, там тоже много функционалов, тоже достаточно популярная система, это объем доступ к файлам, на основе его пенс-пак, в подживастике будет реализована этот общий доступ к файлам на основе его пенс-пак-соединения. Важно бы так же попередно? Ви там згадывали, что вы использовали виртуальную файловую систему, она не позволяет решить эту проблему с общим доступом к файлам и так далее? Когда, например, несколько контейнеров, ну на каждом из них есть замаунчена, какая-то FTP, например, она одна, а в контейнере несколько, но физически то же самое FTP-соединение. Это не вырешивает эти проблемы с общим доступом? Ну, я так понимаю, что не вырешивают, если есть проблемы? Нет, эта проблема, в данный момент, не реализована. Это виртуальная файловая система, то есть она представляет собой систему шаблонов. Когда разворачивается контейнер, естественно, у него есть много файлов, которые одинаково выглядят для всех контейнеров. Чтобы не переписывать каждый раз одни и те же файлы, не занимать много мест, ну каждый раз местные на диске теми данными, которые дуплицируются, эта виртуальная файловая система, она позволяет те данные, которые одинаковые, все контейнеры, какие-то библиотеки, вебинарники, системные файлы, она ставит на них специальную системную ссылку и использует их из шаблонов. То есть тут совершенно это все безопасно, это ускоряет работу системы, позволяет меньше дуплицировать данные хроники и другие диски. и другие файлы. А вот тут будет изменение это. Что тут у тебя бывает? Когда он будет перезаписан в режиме как приватный, он перестает быть шаблонным и становится индивидуальным для этого контейнера. То есть, например, существует, если у нас, допустим, контейнера патч, у нас есть какой-то дефолтный конфига патч. Пока он дефолтный, пока он изменен, то есть он может читаться из этой шаблонной файловой системы. Как только мы вносим его изменения, эта ссылка уничтожается на шаблонный файл и создается уже индивидуальный файл, который не будет шаблонным, а будет для этого контейнера личным, не повторим индивидуально, не будет храниться на этой шаблонной файловой системе. Можем еще по этой шаблонной файловой системе? Про эти виртуальные файловые системы и проблему общего доступа вы говорите про конфигурационные файлы библиотеки. Питания по файлах, которые, например, юзеры завантаживают, фотографии, какие-то другие документы, вы так же их как-то репликуете между инстансами, между контейнером за помощью этой виртуальной файловой системы? Как я говорил уже, если пользователь заливает файлы, то они не будут. В данный момент функция репликации этих файлов, которые заливает пользователь, между этими параллельными контейнерами, она не реализована. То есть, об этом нужно помнить, такой нюанс, который есть в данный момент. но разработчики об этом знают, и в этом направлении ведется работа. Сложности масштабированы вручную. Конечно, много настроек, много рутинных операций. Постоянно нужно активно следить, мониторить, чтобы то, что не резервировало, то есть, single point of failure, чтобы был в порядке не вышел из строя. Ну, или даже иметь какое-то оборудование, которое стоит в каком-то ждущем режиме, и можно его, в случае выхода из строя этого оборудования, которое не резервировано, включить, и на него переключить всю работу. То есть, тут это работа, забота на хостере, если вы пользуетесь облачной технологией, и передаете ответственность уже на хостере. в сайте описано, что планируется, фактически, какие остались single point of failure в реализации этого облака джеластик. Что осталось делать, чтобы было максимально все для резервировано, в данный момент в данный момент не резервируется single point of failure это балансер, он в данный момент один в окружении идет. Планируется в данной разработке функция, что этих балансеров будет два или несколько, если с одним что-то случается, то его функции выполняют другие балансеры, которые будут работать параллельно с ним. также в данный момент single point of failure может быть база данных, которая из коробки не работает в режиме master-master или master-slave. Этот вопрос тоже в работе и планируется тоже к решению. Конечно, можно настроить вручную master-slave или master-master москвей. В принципе, ничего сложного нет, но тоже есть много технических нюансов, которые на open-source базах данных сложно решить. Маленькое подведение вводим итог, что у нас получилось. Масштабирование Желастик позволяет вам автоматизировать многие операции. Например, если вам нужно создать несколько параллельно работающих серверов приложений, то это делается очень просто и быстро. Несколько нажатий мышц и пару минут на создание, и ваше приложение будет работать параллельно на нескольких серверах. из Java серверов доступны LASPHY, что CAD, JET и прямо из коробки уже сконфигурированы для готовой для работы. Это PHP, это Apache, Jinx, версии PHP 5.3, 5.4, они доступны. Также средства новиколинга доступны из коробки. На графиках видите ресурсы, которые употребляют ваша система. Если ресурсов недостаточно, и вы выставили недостаточные действия расштабирования, то система вам присылает по почте уведомления. Вы можете оперативно среагировать, зайти, принять соответствующую увеличить нагрузку, или переключить часть запросов какие-то другие сервера. То есть тут выбор остается за вами. Ближайшие планы внедрения 3-клота для решения по вопросам межпроцессорной координации. Репликация MySQL, Grayscale, планируется реализация в режиме Master-Master. Ну и файловое, общее файловое хранилище, которое позволит этим данным, которые в больших приложениях сами пишут, пользователи заливают, приплицировать между партнельно работающими себя. Докладчик «Покорный слуга». Степите, пожалуйста. Я знаю Amazon пропонует «Эластик Cloud» это аналогия G-ластик и Amazon Cloud это аналогичные продукты, или что-то я не изучал, но функционал немного другой. Я вижу, например, Amazon S3 сгадывал, у вас там вы другие продукты вы имеете в виду компоновые хранилищи, которые реплицируют данные между инстанциями, например, можете создать несколько серверов в разных даже физических инстанциях, они будут реплицированы два между собой. Еще вопрос вопрос в это два для пассажирования будут в штук это на электры инстанции мастерской электронной и технологии в системе Я хочу поблагодарить свою консультацию, медицинскую самовую и администрацию. Пятьдесят пункты, которые мы обрежали, они имеют в виду, что мы обрежали на дисциплине. Других классов. И как сегодня мы обреживаем плану, балансирование, администрация физически, в таких централизациях, я могу сказать, физически, что у меня есть другие ректиды, которые мы обрежем. Все-таки на одном сайте, где люди, как обрежевали. То есть визитная, визитная, визитная. Потому что аппликация это дорогая, а если нужна аппликация в двух туристов, то есть визитную зону, я понимаю, так и так и так. Система автоматически распределяет контейнеры, которые работают на разные ноги. То есть у вас, допустим, вы будете использовать для них резонказ. Я сантаз не занимаюсь, вы меняете визитную вашу контейнер, а на антикетчингу. Он ставится как библиотеку. Да, он визитная идея рефікации. Это, конечно, в маневречных модель в маневречном сейнере. Это означает, что, что вы открываете роль с тем сейнером, в маневречных цитатарных данных. Если вы в цейнер-казанке не пишите, то это будет легко работать. Если вы выбираете в маневречных цитатарных данных, то вы выбираете цель, в котором находится место, арендованное в связи с членами машинами. Каким человек сможете знать зумей администрации? Хороший вопрос. По тонкостям работы, сказал просто, если бы вы ничего сказали... Каким чином конфликты нужно администрации? В маневречных цитатарных данных я точно не знаю, какая администрация, какие нюансы. Каким чином не могут быть? Не могут быть легкими. Чего я хочу, 2-1-1-1-2 хоризм, я хочу определить психологический пазм, чтобы не было пересечения между ними. Я хочу, чтобы это не будет автороматичного движения. Уже грустно поставить отдельное положение. В принципе, для этого есть отдельная инструкция по установке. В принципе, можете вопрос записать, и более подробно ответить. Сейчас я расскажу. Не то, что только мы это MongoDB. MongoDB отдаётся. MongoDB и кем чином, который подшагит информацию, кем будет управляться, кем будет управляться. Сейчас для MongoDB репликация и параллельная работа не доступна. Можно поставить как отдельный контейнер. как отдельный контейнер, как отдельный контейнер, но пока что он так с ним будет управлять. С ним будет управлять. С ним будет управлять. А ведомства управлять? У вас управлять? В целом вы установите плавание, что вы задаете их без гибели? Можете ближе подойти, они не управлять. Но у нас это самое интересное вопрос, от вас организаторов, который должен дать подарок. Самый интересный вопрос. Возможно, как у вас возникли. Вы разумеяете, там дикое внимание? Вот это образовалось как в параллельниках, которые уже уже организовали эти системы, как-то тех же они воевали, если она лежит накульте, что он для них назывался? Товарищ Ну, все это главное, что у вас интересные вопросы? Я должен дальше идти, Если поперек от организатора, это самый интересный вопрос. Продолжение следует...